В Басе новая обостренная ситуация и самая серьезная со дня вступления в силу второго Минского соглашения. Так в ночь со 2 на 3 июня ожесточенные бои шли за населенный пункт Маренко. И существенные потери понесли обе стороны. Здесь есть детали, в которых надо разобраться. Вот Порошенко в пятницу сам подтвердил, что ночью 3 июня Киев поставил в известность ОБСЕ о том, что возвращает тяжелую технику на линию соприкосновения и вступает в бой. То есть мы заметим, первый, получается, официальный бой с февраля месяца. Но расторопность Министерства обороны Украины все-таки удивительна. Получается, всего за одну ночь они написали ОБСЕ, потом дали приказ войскам, подняли части по тревоге, пригнали их к линии фронта, развернули и вступили в бой. Вот так бывает. Или все-таки тяжелая техника стояла там как минимум с понедельника, с 1 числа, как и докладывала разведка ополчения. Но это, конечно, вопрос к специалистам. Интересно, что официальное заключение ОБСЕ после конфликта в Марьино не было почти двое суток. Но при этом представитель России при ОБСЕ Андрей Келлин сообщил, что для обстрела позиции ополчения 3 июня использовались 93 единицы тяжелого вооружения, которых, по удивительному совпадению, наблюдатели миссии накануне не досчитались на спецплощадках для отведенной украинской техники в 50 километрах от фронта. И любопытно, что того же 3 июня назначенный Киевом председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в интервью Радио Свобода прямо обвинил иностранных сотрудников ОБСЕ в нежелании работать. Уважаемое ОБСЕ должно было бы не сидеть постоянно в ресторане и в гостинице «Мир», с утра до ночи пиво и виски жиганить, а ехать на эту территорию. Они не хотят туда ехать. Я их постоянно вижу в отеле, где они живут. Кто к нам приедет в администрацию, повезешь на обед, и все они там сидят. Я уже говорю официантам, это английский клуб. И на следующий день ОБСЕ опубликовало доклад, где отчиталось о том, что наблюдало движение техники на стороне ополченцев. Ну, чистые воды совпадения. А между тем, вот, ситуация в районе от Маринки до Донецка остается вот крайне напряженной. Это подтверждает и наш собственный корреспондент Донецка Дмитрий Колько. И обстрелы со стороны армии Украины продолжаются. Много разрушений, много раненых мирных жителей. И снова гибнут дети. В Маринке нужно либо быстро бежать, либо низко сидеть. Пару десятков полуопустевших улиц. Сегодня это самая горячая точка Донбасса. Одна окраина поселка под силовиками, другая вместе с примыкающей Александровкой под контролем ДНР. Между ними буферная зона или просто пекло. Когда бежишь, перед глазами мелькают дыры в домах. Начаться все может в любую секунду. Снайперы у них работают, в частности по натовской системе, работают тройками. То есть три снайпера работают по одной цели одновременно. Чтобы наверняка. Да, чтобы наверняка. Огородами нам удается прошмыгнуть почти вплотную к тем самым пушкам, которые теперь почти не заволкают. Отсюда мы можем увидеть позицию украинских военных вблизи поселка Марьинки. Вот у них на холме достаточно большое укрепление. Это блокпост на Запорожской трассе. Именно оттуда силовики ведут огонь по населенным пунктам из тяжелой артиллерии. С залпов отсюда в три часа ночи началась самая масштабная атака украинских военных за четыре месяца перемирия. И ведь в Донецке давно били в колокола. Силовики неспроста подкатывают тяжелую технику. Вслед за мощнейшим обстрелом города двинулась украинская пехота. 28-ю отдельную механизированную бригаду Генштаб Украины укрепил двумя добровольческими батальонами. Киев-1 и Киев-2. Вот они группами по дворам пытаются отрезать Марьинку и Петровский район от Донецка. То есть войти в город, загнав ополченцев в мини-котел. Ожесточенный бой шел 16 часов, но ополчение удержало позиции хоть и с большими потерями. В переломный момент украинские подразделения стали в панике разбегаться. В нашем направлении двигалось две колонны танков, порядка 80 единиц, которые были уничтожены. Банаты работали из танков, работали из зенитных установок, работали из САУ. То есть стреляли из всего, что должно стоять в десятках километров отсюда, как того требуют минские договоренности. На этих кадрах республиканская гвардия в контратаке в уличных боях вытесняют украинские подразделения из Марьинки. И дальше самое важное, войска Донбасса возвращаются на исходную. Но этот промежуточный этап, похоже, только и был нужен Киеву, чтобы растрезвонить о якобы продвижении сил ДНР. Впрочем, обвинения эти и так выглядели нелепо. А потом еще и украинские солдаты, взятые в плен, поведали о своем невыполненном приказе. Был произведен со стороны украинских сил по Марьинке по позициям ДНР артиллерийский удар, чтобы закрепиться на Петровке. Военнослужащий 28-й бригады вооруженных сил Украины, недавно призванный в Полтаве, даже удивляется вопросом, кто на кого нападал. Оказывается, об очевидных нарушениях перемирия украинской армии на его родине не знают. Там, в Киеве, люди живут в перевернутой реальности. Но что солдат точно понял, что ему, судя по спискам погибших силовиков в Марьинке, очень повезло. Ни одного низкого соглашения мы не нарушили, атаковали не мы. Это было чисто контратакой наших подразделений. По нашим оценкам, потери военнослужащих украинских около 400 человек убит, около 1000 ран. Наступление на одном направлении сопровождалось артиллерийским обстрелом мирных городов по всей линии соприкосновения. Вероятно, чтобы их провокация в Марьинке прошла успешно, украинские стратеги хотели растянуть силы ДНР. В итоге Донбасс погрузился в траур. Вновь это картина, страшнее которой просто нет. Теперь ее можно встретить почти в каждом городе Донбасса. У открытых ворот, свинками и метровой крышкой гроба, прижавшись к дереву, пожилая женщина кричит от ужаса на всю улицу. Ой, прекратите уже эту войну, все люди хотят, то, что хотите, все забирайте, только не убивайте маленьких деток. Была бы эта перестрелка, Ваня бы спасся, убежал бы в погреб. Он этому хорошо научился за этот год. Но украинская армия накрыла центр поселка Тельманово из установки Град, убив 4-летнего мальчика прямо возле песочницы. Близкие в слезах не решаются войти в дом, где мать прощается с сыном. Эти кадры не стоит смотреть впечатлительным зрителям, но их нужно показывать. Это и есть реальная и трагическая правда о происходящем на Донбассе. Ой, боже ты мой, а зачем ты так доказываешь? Как же жить там без него? Мама, как ты без этих глазок жить? Как-то просыпаться без него? Отец нес Ваню на руках в больницу, когда по ней вели огонь. В последние минуты жизни общительный мальчик рассказывал другим раненым, как ходил играть с другом и все спрашивал, где он. Когда Рома придет ко мне гулять, он, наверное, в бреду был ребенок. Боролись, стояли над ним, все помогали его, ей честь спасали, но сердечко не выдержало. Не только попытка захвата Маринки, а убийство невинного мальчика. Вот главное преступление украинских военных в эти дни. Именно это ожесточает сердца людей. Это на роде хатыни, ну вынуждают просто вооружаться и все. Обстрелы городов становятся все чаще и интенсивнее. Нет уже никакой надежды на то, что Киев не будет продолжать эскалацию войны. Эту историю мы рассказывали незадолго до начала перемирия. Она стала своеобразным символом того, что изувеченный Донбасс продолжает жить, несмотря ни на что. Люба и Саша тогда остались друг у друга одни. Выжили чудом, когда снаряд, попав в дом, убил всех их родных. 21-летняя девушка лишилась ноги и глаза. Из ее тела врачи достали 30 осколков. Саша под обстрелами нес ее на руках в больницу. У меня из ушей, из носа, из глаз жидкость какая-то бежит. Я поняла, что я не вижу и фактически слышу так отдаленно что-то. Он не отходил от нее ни на шаг и дал ей главное – надежду на новую жизнь. Прямо на коляске привез к алтарю и поклялся на коленях, что будет рядом и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит их. Я не могу жить без нее. Она, я когда на нее смотрю, что она не делает, она делает все красиво. Она говорит красиво, она даже злится красиво и ругается на меня красиво. Недавно Саша скончался мгновенно, не выдержало сердце. Он и не подозревал, что болен и однажды просто упал на кухне. Так не должно было случиться. После стольких страданий, казалось, судьба теперь подарит им счастливую жизнь. Саша, да, он помог мне с этим справиться. Он показал мне то, что как бы все еще может быть хорошо. Я в это поверила. Потому что действительно у них все так плохо, и как бы это не конец света. Мы живые, мы вместе – это главное. В пустой съемной квартире Люба осталась наедине со своим горем и скалеченным телом. Ей все время кажется, что Саша вот-вот вернется, войдет в эту дверь. Она не убирает его вещи и не снимает кольцо. Мне приятно от этого. Не знаю почему. В спальне как бы тоже все так и осталось. Даже носки, которые у нас в магазине, все равно тоже так и лежат. Под кроватью. Вот. И все-таки она, как и обещала возлюбленному, вновь начала ходить с протезом. Следующая цель – путешествие на велосипеде. Люба обязательно поедет туда, где они мечтали побывать вместе. Невероятно сильная девушка. Кажется, она и есть душа Донбасса. Она пытается выдержать все страдания и просто продолжает жить, веря, что беда когда-нибудь отступит, и, наконец, настанут светлые времена. Ты увидишь меня? Да! Дмитрий Кулько, Олег Прохоров, Алексей Гончаров, Кирилл Ляхов и Вячеслав Голубь. Пятый канал. Донбасс.